Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился всем вам известный Игорёк. Но только сейчас он Игорёк, а раньше его называли все Сарай. И те ребята, которые играют 7 и более лет в эту игру, я больше чем уверен, что сейчас в комментариях это дело подтвердят. Но как его можно было называть по-другому, кроме как не Сарай, если его размеры просто безбожно огромные, он больше чем, ну, огромное количество машин на уровне, да, и при этом всём он, наверное, будет самой большой ПТ-хой. Промазать в него практически невозможно, получить непробитие ещё тяжелее. Дело в том, что здесь танкует только маска орудия, всё остальное бронёй не отличается и выцеливать абсолютно ничего не надо. В любой проекции, как бы ты ни стоял, вот эти вот боковые части рубки, они просто настолько неимоверно большие, что здесь даже сводиться полностью не надо для того, чтобы в него попасть. Есть в нём огромная классная фишка, касающаяся орудия, которую мы обсудим буквально через пару секунд. Ну, а для начала давайте обсудим само предложение. Предложение крайне классное, крайне жирное. И даже если бы в этом предложении не было 14 дней према, которые только добавляют ценности данному набору, я бы всё равно рекомендовал вам за 2 косаря данную машину купить. И кто-то скажет мне, что это шестёрка, это совсем не тот уровень, на котором нужно играть. Ребят, всё зависит от того, чего вы ждёте от игры. Если вы играете для того, чтобы поднимать свои цифры статистики, если вы играете только лишь для того, чтобы зарабатывать серебро, ну, окей, хорошо, я с вами готов согласиться. Но если вы всё-таки такой, как я, и заточенный под то, чтобы получать удовольствие и фан от игрового процесса, то Игорёк, он действительно может вам в этом помочь. Как вы видите, без своего кама, который идёт в комплекте, машина смотрится простенько. Я поставил себе альтернативный камуфляж, не тот, который из набора, потому что мне нравится, я бы сказал, милитарий стиль и историчность данной машинки. И действительно, она того стоит, чтобы выглядеть не в каких-то футуристических каму, а всё-таки в своём великолепном, строгом, зелёном стиле. Вот так, как она должна была воевать и как она, в принципе, проектировалась. Что касается обвеса, я не считаю данный обвес хорошим по одной простой причине, потому что на ней, во-первых, он смотрится смешно. Ну а что касается того, как вы будете видеть его сзади, так вообще кошмар, потому что вы на всей вот этой туши маленький этот экранчик видеть практически не будете. Поэтому я бы сказал, что самое ценное то, что здесь есть, это есть X5, который поможет вам поднять элитный опыт экипажа. У вас есть открытое всё оборудование, пускай и не сильно дорогое, там немножко что-то сэкономите, но всё-таки оно есть. И всё-таки самые большие ценности здесь, это сама сушка и, безусловно, 14 дней према. Как я уже сказал, даже если бы 14 дней према не было, которые положили, то всё равно за 2 косаря данную машину даже в голом виде имеет смысл взять. Теперь, что касается фишки самого орудия. Здесь есть чем похвастать, потому что у данной ПТХ просто обалденная альфа в 460. И есть ещё и уникальность данного орудия, которая сводится к тому, что мы все привыкли, что когда мы заряжаем голдовые снаряды, у нас повышается бронепробитие, но при этом падает альфа. У Игоря всё в точности да наоборот. Когда вы заряжаете здесь голдовые снаряды, вы покупаете за голду невозможность пробить кого-то, а возможность нанести больше урона. Потому что здесь бронепробитие наоборот падает, причём падает существенно на 20 единиц. Но если вы уверены в том, что своего соперника вы пробиваете, то вы заряжая голду поднимаете свою альфу с 460 до целых 530 единиц. Ну так, чтобы вы понимали, у самого Игоря запас прочности меньше тысячи. 954, а вы наносите 530. Таким образом, за две плюхи вы гарантированно выносите СУ-100У, либо за две плюхи вы гарантированно выносите КВ. Ну, короче говоря, вы за две плюхи выносите практически всех. Ну, откровенно говоря. Пускай, может, с КВ я погорячился, чуть-чуть там у него останется хпшки, но в целом, ребят, это действительно крайне клёвая пушка для любителей фана и для тех, кто готов раскошелиться своим серебром для того, чтобы получать больше удовольствия от наносимого урона за бой. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 5. Как правило, его хватает не всегда, но в целом комфортно и удобно. Что касается времени сведения, да, действительно не очень бодрое, но в целом, ребят, на времени перезарядки в 15 секунд, а это очень долго, с учетом установленного оборудования и амуниции, то в целом приемлемо. ДПМ, ребят, 1830 единиц, и это, ребят, шестерка. Короче говоря, тут есть о чем говорить, но еще больше есть на что посмотреть. Сейчас мы это с вами сделаем. Берем машину, берем, ставим себе либо встречку, либо превосходство, куда бы нас не забросило, там попытаемся себя реализовать. Как реализовать себя на Игорьке? Ну, во-первых, ни в коем случае не лезть никуда на передовую, потому что как только вы на передовой появляетесь, вот поверьте мне, сразу все орудия ваших соперников будут сводиться в вас и, соответственно, будут выносить вас первым в ангар. По нескольким причинам. Первое. Безусловно, размеры машины, которые позволяют вашим соперникам абсолютно беспрепятственно попадать, пробивать, соответственно, наносить урон. Второе. Все прекрасно понимают, что у Игоря очень крутое орудие по Альфе и, соответственно, стоит от данного орудия избавиться в виде его соперника, потому что в противоположном случае через каждые 15 секунд он будет забирать 50% ХП любого из союзников ваших врагов. Короче говоря, ребят, это одна из тех машин, на которых фокусятся сразу прицелы. Поэтому первое, что необходимо помнить, вы картон, вы огромный, вы светитесь, как новогодняя елка на новогодних празднованиях, ну и, соответственно, ребят, пустите вперед своих союзников, поддержите их огнем где-нибудь с третьей линии, ну а уже в случае необходимости подтянитесь на вторую. Помните о том, что у вас должен всегда быть палец на готове, который нажмет на переключение на голдовые снаряды, и я бы рекомендовал вам брать себе голдовых снарядов в бой столько же, сколько вы берете базовых снарядов. По одной простой причине, потому что, играя на шестом левеле, даже с его пробитием в 170 на голде, ну и округляю, там чуть больше, чем 170, по-моему, 171, но, в принципе, не суть, большая разница. Но поверьте мне, этого пробития достаточно для того, чтобы постоянно наносить повышенный урон вашим соперникам. Ну вот сейчас, допустим, подъедем немножко поближе и обязательно кого-нибудь с собой заберем. Переключаемся на голду, выцеливаем вот этого товарища и обратите внимание на количество урона, который сейчас в него залетает. 435. Не фарт, не фарт не в нашу пользу сейчас подкрутилось, должно было быть больше 500 однозначно, но такие подкрутки, ребят, от них никуда не спрячется. Еще раз заряжаем голду, ждем, сводимся. Жду, пока кто-нибудь появится, уж больно хочется мне нанести максимальный урон, для того, чтобы вы поняли, о чем я говорил. Блин, ну что ж такое, почему всех забирают? Безеха, привет, получи, брат. 475, все равно не дотянул, но зато отправил его гарантированно в ангар. И, кстати, вот в таких вот случаях имеет смысл заряжать голду, для того, чтобы увеличить как минимум шансы добрать и отправить в ангар отдыхать. В этом фишка Игорька, и этой фишкой стоит пользоваться максимально часто. Жадность играет, ускоряю перезарядку, понимаю, что в любом случае победа, но мне очень хочется накидать урона, прям вот совсем-совсем. Голдовый снаряд, 570 единиц, и это, ребят, шестерка, повторюсь, это не седьмой, не восьмой левел, это круче, чем КВ-2, в разы круче, чем КВ-2, и ни в какое сравнение с КВшником он не идет. Кстати, точно такое же орудие, ребят, стоит на Франкенштанке. Одно из орудий, которое Фрэнку навесили, это именно вот эта пушка с Игорька, которая позволяет накидывать голдой больше урона, чем базовым снарядом. Причем особо в минус по серии вы уходить не будете. Ну, во-первых, это шестой левел, а во-вторых, это машина для фана, а не для заработка на ней. Мы накидали с вами немного, союзники были крайне подкованными, ну, а что касается нашей результативности в целом по бою, то получается вот такая вот кухня. Абсолютно не потея, ничего не делая, второе место в команде, по-моему, довольно круто. Теперь, что касается Серебрянди, с учетом прем-аккаунта, 31 тысяча, ребят, это безусловно не фармер. Как я уже сказал, фишка данной машины заключается в том, чтобы тратить серу на голдовые снаряды. И если вы будете тратить серу на голдовые снаряды, вы прокусите полностью, полностью весь, весь жир СУ-100У. Если вы будете играть исключительно на базовых снарядах, и периодически будете переключаться на осколочные фугасные, которые на данном орудии не так уж и часто хорошо закидывают урон, то вы не будете получать всего того удовлетворения, всего того фана, кайфа и веселья, которую Игорь может вам предложить, но и, соответственно, вы не поймете этой машины. И будете писать в комментариях по поводу того, что ничего крутого в СУ-100У нет. Так вот, перед тем, как приобретать себе данную машину, вы должны для себя, в первую очередь, принять взвешенное решение по поводу того, зачем вы ее берете. Вы ее покупаете для того, чтобы на ней можно было зарабатывать, или вы покупаете ее для того, чтобы на ней можно было фаниться, веселиться и получать кайф. Вот когда вы определитесь, тогда вы поймете, стоит ли вам, в принципе, Игорька покупать. Ну что, попытаемся сейчас чуть меньше говорить, чуть больше делать, хотя в моем случае это крайне сложно. Я товарищ не сильно молчаливый, молчать не сильно люблю. Как правило, слова из меня рвутся сами собой. Но, главное, я перед этим еще, ребят, успеваю думать, что я говорю, это тоже, кстати, немаловажно. Ну, давай, кто-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, попал, попал, с этим я себя загуслил, господи, засветил, а парня только загуслил, и, соответственно, сейчас буду прятаться от Ренохи, но недолго. Так, Ренош, покажись, ты же явно сейчас будешь жадничать. Нет, отходишь Ну, в принципе, правильно Зачем тебе лишний раз отхватывать Так, отправим парня Отдыхать Минус раз Я вообще, честно говоря Когда играю на Игорьке Я постоянно держу заряженными Именно голдовые снаряды Только в случае необходимости Переключаюсь на базовый снаряд В случае необходимости В моем конкретном случае Это если я вижу, что Запаса прочности у соперника Меньше 380 Вот тогда я гарантированно Заряжаю себе Базовый снаряд Ну и, соответственно На базе выношу товарища в ангар В противоположном же случае Если у машины больше прочности Чем там 380 Я однозначно кидаю голдой И, как я уже говорил Этой голды достаточно Для того, чтобы выцеливать серые зоны Так Поехали Здравствуй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Вот это вот подкрут только что был Какой подкрут Какая наглость, я бы сказал Так, перезаряжаемся Дам тычку еще Ну нагланул, ребят Нагланул Мой косяк Согласен Ну 580 Единиц Закидываю Ну и понятное дело Что меня забирают Ребята меня не поддержали Остались отстаиваться Ну в принципе их можно понять Каждый из них подранок Никто не хотел рисковать Ну а меня просто Жлобство заело Хотя в принципе Можно было постоять здесь Можно было дать Больше чем одну тычку Мой косяк Признаю Ну вот жадность сыграла Блин Ну не могу Не могу я, блин Долго стоять где-нибудь В кустах меня постоянно В бой подрывает В общем, ребят Что хочу сделать Хочу сейчас дождаться Окончания боя Причем не досматривая его И после этого Закинуться еще в одну катку Ну просто потому что Сарай он стоит того Чтобы его выгнать из ангара Обратите кстати внимание Что сарай находится На 6 левеле А что касается Нашего любимого Фрэнки То он находится На 7 левеле И при этом Ребят Обладает полностью Тем же самым орудием Что и Шестерка Ну короче говоря Это действительно Крайне круто Единственное Чего я никогда Не понимал Это почему так получается Что вот это орудие Вот это орудие Оно находится На Фрэнке На 7 С Обозначением 8 уровень Короче говоря Такого намутили Мама не горюй Но именно То же самое орудие Как видите 460 единиц Альфы 530 на Голдовых Снарядах То же самое Пробитие Все то же самое Один в один Единственное что Оборудку На Фрэнке Безусловно Стоит ставить Совсем по другому У Фрэнка есть Броня Соответственно Здесь у меня На броню стоит А на сарае У меня стоит На улучшении На улучшенной сборке Соответственно На повышение ХП Ну просто потому что У Игоря Там вообще Крыть нечем В отношении Брони Но и в целом Ребят Именно таким образом Оборудование Я себе и поставил Вернулась наша Сушечка в ангар Ну что Попробуем еще одну Третью каточку Для того чтобы Можно было прям Совсем смело Подвести финальную черту Ну и что могу сказать Забегая наперед Начиная понемножку Суммировать Все увиденное Все показанное И все рассказанное СУ-100У Это машина Однозначно Для третьей линии На вторую линию Перемещаться Необходимо Только тогда Когда вы прям Совсем в себе Уверены А не так Как я это сделал В предыдущем бою Также ребят Стоит помнить По поводу того Что на вас Держится Нальвиная доля Урона Которую команда Потенциально Может сделать Поэтому ваша задача Прожить в бою Как можно дольше Если вы эту задачу Выполните Тогда будет вам счастье Тогда будет все хорошо И тогда ваша команда Придет к победе Если вы эту задачу Не выполните То соответственно Вашей команде Собрать этот урон Будет куда тяжелее Но ты здесь чего Вот каким боком Ты сюда приехал Скажи мне пожалуйста Зачем ты это сделал Ехал бы блин Да посвятил бы Кому нибудь Чего нибудь Давай Продвигайся вперед Получай тычку На пол косаря И ты уже В принципе Одной ногой В ангаре Я бы сказал Что одной гуслей В ангаре Слушайте Я понять не могу У вас тут блин Бабка вам Нашептала Толкать Игоря Везде куда не лень Или просто Заняться нечем Зачем тогда В бой заходили Ладно Мало ли кто там За рулем Может ребенок Какой Так Еще раз Голдовый снаряд 520 Вот так вот Ребят За два выстрела Абсолютно Спокойно Не парясь Практически Ничего не делая Мы уже Накосили с вами Ни много Ни мало А целый косарь Урона Так Свободим Едем в ангар Как раз то Что я вам говорил Ребят Что ваша задача Как можно Как можно Дольше жить в бою Потому что На вас все держится На вас Залог успеха Вашей команды Поворачивайся Ко мне бортом Получай 550 И того полтора косаря Как с куста Я так понимаю Что в принципе Сейчас меня приговорят Просто потому что Мои союзники От меня благополучно Свалили Я попытаюсь сейчас Кого нибудь Добрать еще одного Но я думаю Что на этом В принципе Моя песенка спета Будет Не успею я отойти Перезарядиться ВК И соответственно Отправит меня сейчас К братцам В ангар Но в любом случае Два фрага Я сделал По количеству Нанесенного урона За бой Я больше чем уверен Что я занял Первое место Если бы сейчас Союзники Были Более подкованными Если бы В начале боя Не было вот той Растерянности Когда непонятно Кто куда несся И непонятно Кто чем занимался То здесь В принципе Можно было бы Абсолютно спокойно Получить победу Я бы еще сделал Как минимум Три А то или Четыре Может даже Успешных Выстрелов По тому же Самому Титану Добрал бы ВК Короче говоря Можно было бы Здесь еще Очень много Чего сделать И то что мы Сейчас проиграли Конкретно в этом бою Это уж точно Не В кавычках Говорим Заслуга Сарайчик 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 Своё дело Сделал И сделал Его на ура 2187 Единиц урона Два фрага Ребят При этом Все по фарму С учетом того Что мы проиграли Но с нашей Результативностью 27700 Ребят И что касается Результативности По команде То обратите Внимание Где находимся Мы Сколько мы сделали Что сделали Все остальные Ну и обратите Внимание В принципе Из-за чего Мы проиграли Я думаю Что если бы Эти ребята Сделали хотя бы Вот так вот То здесь была бы Однозначная победа А вот здесь Красовалась бы цифра Ну где-то в районе Трех косарей урона Причем абсолютно Не потея Не горбатясь И вполне спокойно Отвлекаясь На обсуждение Данной машины С вами Вот такой вот он Игорь Вот такой вот он Сарай Называйте его Как хотите Но это однозначная Имба на своем Шестом уровне Среди ПТ Если вы хотите Взять себе машину Которая будет доставлять Вам море удовольствия То поверьте мне Данный аппарат Стоит не только Своих двух косарей Машина очень годная И очень классная Если вы за честные обзоры Если вы за честность автора Обязательно подписывайтесь На канал Ставьте палец на колокольчик Для того чтобы не пропускать Новое видео И к слову ребят Оставляя комментарии Под данным видосом В виде обсуждения Данной машины И высказывания Собственного мнения По данному аппарату И по данному предложению Параллельно с тем Оставляя свой никнейм И игровой айди В своем комментарии Вы одновременно Становитесь участниками Розыгрыша Особого пропуска На батл пасс Следующего месяца А именно на июль 2023 года Поэтому пишите комментарии Ну а я среди вас Разыграю особый пропуск На ближайшем же стриме Который состоится Буквально через пару дней Ориентировочно 29 числа Ну а на данный момент Ребят у меня все Всех благ Всего хорошего Мира вам друзья мои И обязательно спокойствия Пока пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин